Всем привет, вы на канале VSD. Сегодня я буду 24 часа отыгрывать РП на BlackRush, но не совсем 24 часа и не совсем отыгрывать РП, а скорее просто буду представлять, что я нахожусь в реальном мире, только как это можно реализовать в BlackRush. Перед тем, как начать это реализовывать, если ты хочешь получить вот такой вот гелик, ну не совсем такой, скорее новый, скин Влада А4, эксклюзивные аксессуары и вип-статус совершенно бесплатно, то просто вводи мой промокод, хэштег VSD, играю на Айс сервере, ссылка на BlackRush есть в описании. Если я буду отыгрывать это в таком скине, это будет не особо реалистично, поэтому сегодня мы будем играть за вот такого вот толстого скуфа, который будет кататься вот на этом вот Солярисе. Открываем машину, играть я буду от третьего лица, потому что так будет намного удобнее. Я уже ее завел, свет включил, ну и давайте начинаем наше движение. У нас тут знак «Уступи дорогу», конечно, это никто вообще не обращает на это внимания, но мы будем. Я совсем забыл, где здесь закусочная, поэтому давайте поедем ее искать. Навигатор мы использовать не будем, так, заезжаем во дворы и тут у нас ограничение 20 км в час. Наконец-то я нашел закусочную и мы сможем покушать. Оставляем здесь нашу машину, я не знаю, как тут правильно стоять, потому что знака никакого нет, но поставим вот так вот. Вот, заходим в закусочную, тут нас никто, конечно же, не обслужит, но мы сами себе возьмем, давайте, комплексный обед, потому что ему нужно очень много есть. Вроде наелся, теперь еле-еле идем к нашей машине. Мы сейчас проезжаем банк, поэтому нужно заехать и как раз оплатить нашу квартиру, а то вдруг она у нас летит. Ну, 10 уже стою, с ней разговариваю, но никакой реакции от нее нет. Видимо, общаться она со мной не хочет, поэтому дом мы сегодня не оплатим. Дальше наш Скуф отправляется работать, он работает таксистом. Работу опаздываем, поэтому скорость приходится немного превышать. Бензина, кстати, очень мало осталось, может не хватить на обратную дорогу, поэтому давайте заедем и заправимся. Пока машина у нас... Красота. Пока машина у нас заправлялась, мы собирались сходить поесть, но теперь мы, видимо, без машины. Ладно, сделаем вид, что машина у нас никуда не выезжала, не исчезала и теперь уже отправляемся точно на работу. Посмотрим, на чем мы сегодня сможем поехать работать. Ну, на самом деле, выбор не особо большой. Придется ехать вот на этом вот Мерседесе. Приехали на самое жирное место. Тут у меня уже конкуренты, таксисты стоят, хотя даже не работают таксопарк. У нас и первый клиент, и он, видимо, не решил заказывать такси через приложение, а просто ушел. Ну, ладно. Прописываем биндер. Здравствуйте, меня зовут Данил Бромов, я ваш таксист. Если вам что-то понадобится, не стесняйтесь. Ладно. Разговаривать не будем за рулем. Первый раз я таких встречаю, которые меня просят денег. То есть я их везу, как бы в такси работаю, а платить им, видимо, я должен. Короче, он ждет, чтобы я ему дал денег. Не знаю, с чего он взял, что они у меня есть. Но, видимо, теперь такси вот так устроено. А, нет, все-таки он мне заплатил тысячу, хотя такси до туда бы стоило около шести тысяч вертов. У меня, кстати, выпал новый заказ, но я его пока что взять не могу, потому что везу другого пассажира. Так, все, приехали, оценку он мне не поставит, чаевых не даст, просто тысячи вертов. Еще и дверь за собой не закрыл. Так, новый заказ бизнес-класса четыре с половиной тысячи, и это уже что-то такое жирное. Давайте посмотрим, куда нам ехать. А ехать нам в Латкарино. Ну, дорога дальняя. Все, мы приехали, только заказ пришел к пирсу. И туда, как бы, мы ехать не можем. Поэтому будем ждать его здесь. Я его немного поторопил, и он сам сел в машину. Нет, стоп, это оказывается вообще другой человек. Вроде бы не он заказывал такси до этого. Теперь нам нужно ехать обратно в казино. Ну, куда же еще? Челу уже не нравится то, что я везу его по правилам, и он очень просит побыстрее, чтобы я ехал. Ну, и говорит, что заплатят мне за это. Но деньги мне не нужны. Ну, точнее, скупу они нужны. А вот лично мне их и так хватает. Поэтому мы продолжим ехать по правилам. Хотя мы и так сто едем, вместо шестидесяти положено. У нас вообще кто-то встал на дороге. Ну, давайте их объедем. Второй заказ в казино, и мы его выполнили. Все, подъехали. Надеюсь, он нам оставит чаевые. Хотя, ну, 5 звезд тоже неплохо, и по итогу мы заработали всего 2600 вертов. Хотя, заказ стоил 5 с чем-то. Рабочий день на сегодня закончился. С заказами сегодня не густо. Ну, и вышел на смену. Скуп у нас поздно. Вы, наверное, уже подумали, что Скуп просто какой-то таксист. Но, на самом деле, таксует он только для души. А у него есть свой бизнес, магазин рыболовных снастей. Пока только в мечтах, поэтому он пришел в свой любимый магазин для того, чтобы купить удочку и отправиться на рыбалку. После тяжелого рабочего дня Скуп наконец-то в своем любимом месте. Будет рыбачить и пить пиво. Как оказалось, рыбу в этом месте ловить запрещено, как ему сказала полиция. Поэтому он просто решил искупаться и дальше уже отправиться в свое любимое место. А приехал он в свой любимый компьютерный клуб, потому что дома жена его ругает за то, что он постоянно играет. Ну, и поэтому в танчики он решил поиграть именно тут. Играл он до самого утра. Наконец-то его оттуда выгнали, потому что деньги у него закончились. Ну, и теперь пора домой. Начал Скуп докапываться до людей вокруг. Я уже который раз пытаюсь сделать так, чтобы меня убили. Потому что обычно в центре Латкарина, даже если ты ничего не делаешь, тебя убивают. Но тут, как бы я ни пытался, меня только Скупом назвали. Ну, тут по факту. Давайте тогда другой исход. Скуп шел по дороге и его переехала машина. Только проехало уже 30 машин и все они меня объезжают. Как бы я ни старался, мне не получается что-то сделать с ним. Видимо, жил он долго и счастливо. Честно говоря, получилось что-то очень-очень странное. Но я это все равно выложу. И вы уже напишите, нравится вам такое или нет. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях, хотите ли вы больше таких видосов. Таких вот сумасшедших. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok